Для начала нужно будет сделать первую петельку, затем делаю петлю и провязываю у нее 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, ну и так далее, то есть всего нужно провязать 10. Итак, вот я связала столбики, 10 столбиков, у меня получилось вот такое колечко. Теперь нужно аккуратненько соединиться с первым столбиком, соединяясь с полустолбиком и дальше я буду вязать столбики с накидом. Из первой петельки я провяжу вот такой вот столбик, то есть мне нужно подняться и сделать закрепление. Затем я вяжу воздушную петельку и опять из этой же петельки вяжу столбик с накидом. Затем воздушная петля и уже из второго столбика я провязываю два столбика с накидом. То есть сначала столбик, затем воздушная и затем из этой же петельки еще один столбик. Итак, из каждой последующей петельки, то есть из каждого столбика на предыдущем ряду, мне нужно провязать два столбика с накидом, чередуя их воздушными петельками. Всего получится из 10 столбиков без накида 20 столбиков с накидом. Итак, я связала 20 столбиков с накидом, делаю последнюю воздушную петельку и сейчас мне нужно соединиться с первым столбиком. То есть вот сюда вот провязываю полустолбик. Так, теперь мне нужно войти между столбиками, то есть вот сюда вот связать столбик без накида. Так, и дальше я делаю первую петельку, поднимаюсь и закрепляю. И затем сюда же вяжу столбик с накидом. Дальше я провязываю одну воздушную петельку и затем в следующий промежуток между столбиками вяжу два столбика с накидом. То есть вот первый столбик и сразу же второй столбик. Затем опять воздушная петелька и уже в следующий промежуток между столбиками опять вяжу два столбика. Ну и так далее до конца данного ряда. Итак, вот я связала данный ряд. Теперь мне нужно сделать воздушную петельку и сделать соединение в первую петельку, то есть вот сюда полустолбиком. Так, теперь аккуратненько полустолбиками дойдем вот до этого места. То есть я сейчас следующую петельку делаю, провязываю полустолбик. И вот сюда провязываю столбик без накида. И вот с этого места я буду вязать следующий ряд. Следующий ряд вяжется практически так же, то есть нужно связать пару столбиков с накидом. Это первый столбик. Затем сюда же провязывается второй столбик. И дальше я вяжу две воздушные петельки, то есть разница только в этом. Две воздушные между столбиками. И в следующее расстояние между столбиками я провязываю два столбика. Раз столбик, так, два, столбик, затем две воздушные. И опять вот сюда провязывается два столбика. То есть расстояние между парами столбиков. Вот в эту воздушную петельку, которую я вязала на предыдущем ряду. То есть вот таким образом и вяжем данный ряд до конца. Итак, вот я довязала последние два столбика, связала две воздушные петельки. И теперь мне нужно опять соединиться с началом вязания аккуратненько полустолбиком. Так, дальше опять проходим до места, откуда я сейчас начну вязание. То есть вяжу полустолбик, затем вот сюда вяжу столбик без накида. И вот с этого места я начну вязать следующий ряд. Следующий ряд такой же, то есть нужно опять связать начальный столбик, столбик с накидом. И расстояние между вот этими парами уже будет не в два, не в две воздушные петельки, а в три. То есть все то же самое, только через три воздушные петли. Итак, вот я довязала данный ряд, сделала соединение, подошла к следующему промежутку между вот этими парами. И теперь буду вязать следующий ряд. То есть мне нужно будет каждый промежуток между парами связать четыре столбика с накидом. Сейчас я покажу, как я буду вязать. Итак, поднимаемся, делаем закрепление. Затем сюда же вяжем столбик с накидом. Так, затем делаю две воздушные петельки. И опять в этот же промежуток вяжу два столбика с накидом. Вяжем первый столбик и второй столбик. То есть вот таким вот образом. Так, теперь мне опять нужно сделать две воздушные петельки. И в следующий промежуток между столбиками я опять вяжу четыре столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик, две воздушные петельки и опять два столбика. Первый столбик и второй столбик. То есть вот уже два элемента. Теперь нужно опять две воздушные петли связать. И уже в следующий промежуток следующий элемент. То есть вот таким образом вяжем следующий ряд. Итак, вот я практически довязала данный ряд. Сейчас нужно связать две воздушные петельки. Раз, два. Так, соединиться с началом вязания. Затем связать полустолбик вот здесь. И встать в центр первого элемента. То есть связать столбик без накида. Итак, следующий ряд вяжется так же. То есть в каждом вот этом парном элементе провязывается такой же элемент. Сейчас я поднимусь, свяжу начальный столбик. Дальше я свяжу сюда столбик с накидом. Затем две воздушные петельки. Так. Затем вот сюда свяжу еще два столбика. Первый столбик. И второй столбик. Так. Вот элемент готов. Дальше я провязываю две воздушные петли. Раз, два. И в следующий элемент, то есть вот сюда, не вот в это место, а вот сюда, я буду вязать опять четыре столбика с накидом. То есть первый столбик. Затем второй столбик. Затем две воздушные петельки. Третий столбик. И четвертый столбик. То есть все элементы должны провязываться именно вот в эти вот элементы, состоящие из четырех столбиков. А ни в коем случае не между ними. То есть как бы из элемента на предыдущем ряду идет элемент данного ряда, состоящий из четырех столбиков. Итак, я закончила вязание данного ряда, сделал соединение, встала вот в центр данного элемента. И дальше вяжу следующий ряд. Следующий ряд вяжется так же. То есть делаю первую петельку следующего ряда. Затем вяжу столбик с накидом. Так. Две воздушные петельки. Еще два столбика с накидом. Так. Дальше три воздушных петельки. То есть разница лишь в том, что на данном ряду между элементами будет вязаться три воздушных петли. Здесь две, а здесь три. И дальше провязываю следующий элемент, состоящий из четырех столбиков с накидом. То есть вот первый столбик. Так. Затем второй столбик. Две воздушные петельки. Здесь две. И два столбика еще довязываются. Третий и четвертый. Таким образом нужно связать два ряда, где элементы будут чередоваться через три воздушные петельки. То есть два ряда я связала, где элементы чередуются двумя воздушными петельками. А затем два ряда, где элементы чередуются тремя воздушными петельками. Внутри элемента здесь 2 воздушных петельки на всех рядах. Итак, вот я довязала данный ряд, то есть всего 4 ряда. Сделала соединение, дальше провязала полустолбик и остановилась на вот этом месте. Дальше я буду вязать следующий ряд. Мне нужно опять связать начальную петельку, затем столбик сюда же с накидом. И затем между этими парными столбиками я буду вязать уже не 2, а 4 петельки. То есть 1, 2, 3, 4. И затем сюда же я вяжу 2 столбика. Первый столбик и второй столбик. То есть вот таким вот образом. А дальше нужно будет связать 3 воздушных петельки. И далее вязать второй элемент. Второй элемент будет такой же, как на предыдущем ряду. То есть я вяжу 2 столбика. Так, первый столбик. Второй столбик. 2 воздушные петельки. И третий столбик. И четвертый столбик. С накидом. То есть в принципе все то же самое, что на предыдущем ряду. Единственное, здесь нужно будет как бы чередовать. Один элемент будет с 4 воздушными петельками в центре. А второй элемент будет с 2 петельками. То есть сейчас я опять должна связать элемент с 4 воздушными петельками в центре. Между элементами должно быть 3 петли. Итак, вот я довязала данный ряд, сделала соединение и перешла в центр элемента. Теперь мне нужно вот в этом элементе, где у меня 4 воздушных петельки внутри, провязать вот здесь 10 столбиков с накидом. Итак, делаю первый столбик, поднимаюсь и закрепляю. Затем я буду провязывать еще 9 столбиков с накидом. То есть первый вот этот столбик, он будет заменять столбик с накидом. То есть 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 7 столбиков, 8, 9 и 10. Дальше вяжем 3 воздушных петельки. И затем провязываю опять такой же элемент. То есть 2 столбика с накидом. Первый столбик. Второй столбик. 2 воздушных петельки. И затем еще 2 столбика. Третий. Так, и четвертый. Затем нужно опять связать 3 воздушных петли. Раз, два, три. И вот в этот элемент, где посередине 4 воздушных петельки, я провязываю 10 столбиков с накидом. Раз, два, ну и так далее. То есть повторять я не буду. Набираем 10 столбиков и получаем вот такой вот элемент. Затем в обычный элемент, где 2 петельки воздушные, соответственно, такой же элемент. И дальше опять 10 столбиков. И так далее. И так, вот я практически довязала данный ряд. Здесь нужно связать 3 воздушных петельки. И соединиться с первой петлей. То есть вот с этой петелькой. Так. Дальше я закреплю соединение. И из этой же петельки вяжу первую петельку. То есть вытягиваю нить и закрепляю сверху. Затем нужно связать воздушную петельку. И в следующей петельке, в следующем столбике, связать столбик с накидом. Дальше воздушная. И опять в следующем столбике столбик с накидом. То есть вот таким вот образом. Нужно провязать все 10 столбиков.